Мы с вами совершили службу так называемой похвалы Пресвятой Богородицы, которая каким-то образом похожа на Благовещение, потому что Акафист в Бранной Воеводе – это Акафист, начинающийся с слов, касающихся Благовещения. «Ангел-предстатель, с небеси послан быть, сказать Богородице радуйся». И с бесплотным глазом, то есть с голосом бесплотного духа, он видел воплощаемого Иисуса Христа в ее чреве, что ангелы видят насквозь, и в страхе сказал ей, и дальше идет расшифровка этого краткого «радуйся» в поэтических выражениях, «радуйся, ей же радость воссияет, радуйся, ей же клятва исчезнет» и так далее. Должен вам заметить, что это единственный Акафист, который помещен как необходимая служба в типикон, то есть в книгу «Устава о богослужении». Все остальные Акафисты там просто отсутствуют. Акафисты читаются часто, Акафисты читаются много, Акафисты читаются везде, но законный Акафист, помещенный в богослужение и обязанный к чтению, это единственный вот этот вот в сбранной воеводе победительный. Все остальные – это благочестивые обычаи, вошедшие в церковь не ранее 18 века. То есть наша церковь с X века по XVIII Акафистов не пела, а Вселенская церковь пела и тоже их не пела до примерно XVII в основном. То есть пик писания Акафистов попадает на XVIII-XIX век. Это не значит, что их не надо читать, но это значит, что нужно расположить их по степени важности и знать, что единственный, наиболее важный, по сути, уникальный в своем роде Акафист – это вот сбранные воеводе. Это поэзия и богословие в одном тексте, данные, сжатые вместе. Поэзия и богословие – это богословие, данное поэтическим языком. Он, в случае, если вы будете разбираться с ним, разжевывать, например, «Радуйся», например, «Афинейское плетение растерзающее», и у вас возникнет желание узнать, что это такое. Вы узнаете, что это значит «Афинские басни», то есть басни языческих афинских философов, допустим. В противоположность афинским философам, которые много слов сказали, ничего толком не сделали, «Радуйся, рыборские мрежи исполняющие», то есть исполняющие плодами проповедь простых рыбаков, то есть апостолов. И там вот эти все, если поразбирать эти все «Радуйся, радуйся, радуйся», то там много чего для себя найдешь, поэтому если ваше боголюбие захочет, то вы можете его пожевать. Но чтобы его пожевать, его нужно поучить, нужно его запомнить. И если вы любите читать Акафисты, то задвиньте их все в сторону, читайте один этот. Плюс там еще, которые даются в молитвословии сладчайшему Иисусу и Николаю Чудотворцу, потому что они безупречны. Остальные сукаризны многие. То есть там здесь есть некоторые длинноты, лишние слова, грамматически неправильные обороты, там против грамматики многие вещи есть. Ну это уж такая современная неграмотность наша на этом сказалась. Но если вас интересуют богословие и поэзия, данные вместе в одном тексте, то вот вам Акафист, Бранный воеводит. Его можно читать наизусть, о каком-то афонском монахе я читал, что тот имел детскую, такую ребяческую, такой как ребенок, любовь к Богоматери, знал наизусть его и ежедневно прочитывал по памяти, как минимум дважды. Он просто... А что такое прочесть его по памяти? Это примерно там 20 минут времени. То есть это можно его и трижды прочесть в день, и четырежды, если только ты его запомнишь. Но мы с вами много раз говорили о том, что память человеческая задействована очень слабо, очень мало, и мы память свою обогащаем в каких-то жалких долях процентов от того, что могло бы быть заполнено. Поэтому вот вам, пожалуйста, еще одна, так сказать, такая задача. Если угодно, запоминайте, вникайте, расшифровывайте для себя все эти обращения к Богоматери, что там говорится о ней, почему она называется морем, потопившим фараона мысленного, почему она называется столпом огненным, наставляющим сущих во тьме и так далее. Это все образы библейские, образы Ветхого Завета, Нового Завета. Это все дано нам очень красиво, очень поэтично. Ну и, конечно, мы от этой поэзии, переходя к нашей, собственно, с вами жизни, которая у всех людей тяжелая, независимо от того, миллионер человек или бедняк человек, красавец человек или он средних внешних данных, там, одинокий он или он семейный, независимо от всего этого, жизнь у всех людей тяжелая, потому что мы с вами люди, находящиеся вне того места и того качества, к которому призваны. Люди созданы быть в раю и созданы для безгрешной жизни, а они живут далеко от рая и живут в жизни забитой битком, заботами, слезами, неприятностями и разными другими вещами, далекими от блаженства. Поэтому жить тяжело всем. И поскольку мы это все знаем, это не нужно доказывать, то, конечно, пропевши Божией Матери Акафис, мы хотели бы иметь ее помощницей для себя. Мы хотели, чтобы она помогала нам. Помогала, конечно, там, в особенности, где другой человек не поможет. Там, где могут помочь родители или родственники, или друзья, там Божия Матерь пусть не вмешивается. Но там, где вообще никто помочь не может, там, где бессильна помощь человеческая, родственников, знакомых и так далее, вот там, конечно, хочется, чтобы Божия Матерь помогала людям верующим в первую очередь. Хотя, конечно, она помогает и неверующим. Имеющая любовь помогает всем. Мы это по людям даже знаем. Имеющая любовь дает милостыню и христианину, и нехристианину. Имеющую любовь врач лечит одинаково и верующего, и неверующего. Безусловно, Матерь Божия, имеющая любовь, помогает и тем, и другим. И ее слава простирается далеко за пределы христианского мира. Многие люди, не знающие веры Христовой, знают, что Мария – святая госпожа, и она – хозяйка жизни. Вот недавно было Марии на стоянии. И мы читали с вами там, я надеюсь, что большинство из вас в очередной раз услышали житье Марии Египетской, читали с вами о той женщине, которая опустилась, ниже опускаться некуда. 17 лет ежедневного блуда, который не имел конца и предела. И как Богоматерняя молитва повела ее за Иордан, как она принесла молитву Богородице и была опущена в храм Иерусалимский, как потом она просила Пресвятую Богородицу быть помощницей для себя и услыхала голос, как бы сквозь свату издалека «Иди за Иордан, там найдешь себе покой». И как она потом там за Иорданом совершала свои покаянные труды с помощью Богоматери. Вот нам такой был живой, очередной раз пример, как людей из ада вынимает молитва Богородицы. С другой стороны, мы знаем, как Божья Матерь неотлучно пребывает со святыми людьми, такими, которые не знали скверные греха, такими, например, Серафим Саровский, который еще с детства был Божьей Матерью избран и к которому она более дюжины раз являлась, каждый раз другими святыми. То с Петром, апостолом, то с Иоанном, то с девицами святыми, Катериной, Варварой и многими другими, то с Климентом Папой Римским, с разными святыми, просто она являлась к нему много-много раз, несколько раз являлась ему в болезнях, однажды сказала, что он любимец ее, говорит, любимче мой, обратилась к Серафиму. Вот как бы два полюса явлений Богоматери. То есть она помогает людям, опустившимся туда, куда уже дальше уже некуда опускаться, уже дна нет, уже снизу не постучат, то есть ниже не бывает. И с другой стороны, она является тем, которых она любит, потому что они чистые. Она чистая, она чистых любит, ясно, что чистые чистого любят, но она еще и грязных любит, она грязным помогает очиститься. Вот она является святым угодником Христовым, как она Сергию Святому явилась в его. А Сергий, между прочим, имел обыкновение ежедневно прочитывать в своей келье Акафист Богородица. И не какой-нибудь, а именно в сбранной и воеводе победительной. В келье преподобного Сергия каждый день было слышно его голос, произносящий слова этого Акафиста. «Радуйся, ей же радость воссияет, радуйся, ей же клятва исчезнет, радуйся падшего Адама воззвания, радуйся слез Евиных избавления» и так далее. И однажды в ответ на его молитву она явилась ему сама, он чуть не умер от страха, его ученик Михей упал лицом на землю, он говорит, сейчас Пречистое придет. И Михей ничего не видел, а Сергий трепетал, но смотрел на нее. Она разговаривала с ним и сказала ему, что его молитвы услышаны, и это место будет благословенное, и очень много душ спасется здесь, и так далее, и так далее, и так далее. И потом он видел однажды много птиц, летавших таких, таких красивых птиц, как будто райских возле его, это значит, кельи деревянной. Это было знаком того, что души святых людей будут здесь роиться и клубиться, и будут здесь спасаться, трепахать крыльями. Вот она является святым, является грешным, помогает одним, помогает другим. Конечно же, мы с вами не поймешь кто, то есть мы вроде бы не такие грешные, как та Мария, что еще не покаялась. Никто из нас так не блудил, слава Богу, так, чтобы 17 лет каждый день с утра до вечера. Бог миловал. Самые страшные развратники из нас далеки от такого жуткого разврата. Это очень хорошо, потому что если бы мы так начали грешить, то мы бы не вылезли наверх. Это нужно было бы иметь такую душу, как у Марии, такую твердую волю, и такое сердце глубокое, чтобы вылезти из такой жуткой глубины, из такой шахты подземной. Она была в шахте греха. Вылетела наверх и пошла, высоко вверх пошла. Но, и конечно, из нас нет никого такого чистого, как Сергий, или такого святого, как Серафим. То есть мы где-то посерединке так вот болтаемся, как один поэт сказал, и ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя, ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод, тайный, пока огонь горит в крови. То есть мы живем наполовину. Если кто-нибудь занимается наукой, он наполовиной наукой занимается. У него полголовы занимается наукой, а полголовы думает о чем-то другом. Если кто-нибудь занимается чем-то еще, там, бизнесом, у него полголовы в бизнесе, а полголовы там в чем-то еще. Если кто-нибудь там молится, у него полголовы молится, и одна губа молится, а вторая губа что-то другое шепчет, и вторая половина головы там чем-то о своем думает. Мы живем в полсилы, в треть силы, в четверть силы, сикость-накость, так же мы грешим в половинку, в серединку, так же мы и справляемся с первого на пятый, седьмого на шестнадцатый. Так наша жизнь и протекает потихонечку. И когда мы будем помирать, нам будет очень тяжело, потому что те, которые приготовились, они пойдут легко в рай. Пойдут легко, как с выдохом душа пойдет и не остановится. А те, которые жили сикость-накость, им жить тяжело, и умирать паршиво, и еще в рай не пустят. Вообще непонятно, зачем это все было нужно, непонятно. Поэтому вот нам надо исправляться немножко, не в том смысле, чтобы нам грешить побольше, чтобы побольше каяться. А, конечно, грешить нужно меньше, потому что грехи реально связывают человека, связывают, стреноживают, лишают его силы. У святого Дмитрия Ростовского есть такая прекрасная просьба к Богу. Возврати мне, Господи, добродетели мои через грех погибшие. Не знаю, вы где-то слышали такое подобное что-нибудь? Я нигде не находил больше. У святого Дмитрия Ростовского в пяточистных молитвах есть такое «Верни мне, Господи, мои добродетели, которые через грех погибли». Потому что если бы не грехи, которые совершил я, я был бы умнее, сильнее, смелее, здоровее. У меня бы работала лучше память, сердце, воля, чувства. Я был бы закаленнее, храбнул, я был бы вообще непонятно кто, если бы я не натворил того, что я натворил. А ты был бы непонятно кто, если бы ты не натворил то, что ты натворил. И так и все мы. То есть грех реально лишил нас силы, лишил нас дерзновения, лишил нас радости. Грех же радость, он же обещает радость, а потом, когда совершается, а нету радости. Нету. Печаль есть, а радости нету. Вот это вы все знаете по себе. Что грех сулит злато, а дарит блата. Он обещает тебе неземные удовольствия, а потом оставляет тебя с позором и стыдом, лишенного силы, как Адама, выгнанного из рая. Вот грех нас опозорил, обессилел, конечно, грешить много не надо. Не надо, потому что потом будет очень трудно подниматься. Не то, что летать не сможешь, ходить не сможешь. Едва-едва на колени поднимешься, а с колен на ноги. Но нужно, конечно, жить такой цельной жизнью и посвящать свое сердце и ум Господу Иисусу Христу. А если сердце и ум будут посвящены Ему, тогда посвящены будут Христу и руки, и глаза, и уши, и язык, и ноги, и все остальное. То есть нужно отдать Христу самое главное в человеке. В человеке самое главное сердце и ум. Причем сердце без ума – это мало, и ум без сердца – это мало. Если человек отдал Христу сердце, а ум не отдал, то тогда лукавый начинает человеку сыпать всякие мысли, помыслы, соблазны, сомнения, и ум начинает сердцем бороться. А кто кого победит – неизвестно. А если человек Богу отдал ум, и умом верит в Господа, а сердце не отдал, тогда сердце гнилое, заячье, такое вечно лезет не в ту сторону. Значит, ум говорит – пойдем туда, а сердце говорит – лучше туда. А ум говорит – вот так надо, а сердце говорит – да потом, потом, не сегодня. И вот такая вот такая ерунда получается в человеке. И, конечно, да, уже руки не знают, что делать. Когда сердце и ум враждуют, тогда руки не знают, кого слушаться – сердце слушаться или голову слушаться. Вот. Нельзя жить головой без сердца, и нельзя жить сердцем без головы. Надо жить головой и сердцем. Голова и сердце должны быть вместе в человеке. Это очень важная задача. И мы, конечно, не достигнем ее, по крайней мере, до тех пор, пока мы не поставим такую задачу. Потому что некоторые могут даже до смерти дожить и даже никогда в жизни не слыхать о том, что голову и сердце нужно подружить. Голова с сердцем реально враждует. Голова и сердце во вражде. То, что нравится уму, не нравится сердцу. То, куда сердце лезет, голова, говорит, не лезть туда. Сердце и голова воюют, а руки не знают, что делать, кого слушаться. Поэтому одна нога идет направо, другая налево. И как корова на льду мы ездим по жизни. Значит, вот надо помирить голову и сердце человеку, а чтобы помирить их, нужно учиться молиться. Потому что когда человек молится, он пытается, чтобы ум слышал и сердце чувствовало. Сердце молилось и ум молился, чтобы молилось и то, и другое. Вот молитва – это школа примирения ума и сердца. И когда они помирятся, даст Бог рано или поздно, с Божьей помощью, по благодати Божьей, тогда человек начнет уже действовать уже в жизни правильно, осмысленно и едино. Это и есть, между прочим, целомудрие. Вот как Ефрем Сирин говорит, «Дух целомудрия, смиренно мудрия, нам терпение, любве дашь, даруй мне рабу твоему». Дух целомудрия – это ведь не только дух отсутствия блудных дел. Целомудрие понимается зауженно, очень понимается так, что, дескать, целомудрие, вот не блудит, значит целомудренный. Нет, этого мало. Целомудренный, когда он целомудрствует, когда он думает, говорит и поступает одинаково. Вот это он цельно мудрствует, это цельный человек. А когда он думает одно, говорит другое, делает третье, это тогда уже три человека, три в одном. Акция такая, три в одном, вместо одного человека, три в одном получается. Поэтому вот наша задача – помирить сердце и голову. Вот, и тогда, может быть, нам действительно Бог вернет нам добродетели через грех погибших, и нам будет легче жить, и мы тогда уже начнем как-то жить красивее, лучше, сильнее, интереснее. Плодовитие, да, плодовитие, дерево ведь по плодам познается. Дерево с листьями без плодов – это дерево, которому Христос сказал, да не будут тебе плода вовеки. То есть нужны плоды от человека. Плод нужно принести. Сотворите плод достойный покаяния, чтобы не быть бесплодным. Тоже страшное дело, так вот живешь и не знаешь, ты же сам себя с плодов не собираешь, сам себя собираешь, Христос будет листья раздвигать, искать плода на смоковнице. Поэтому, чтобы не быть бесплодным, так вот ходишь, молишься, ходишь, молишься, как вот один из известных священников сказал, говорит, по 20 лет в церковь ходим, сколько парафина сожгли, сколько записок поисписывали. Молиться за тех, молиться за этих, да, там, сколько мы всего уже, там, сколько в паломских поездок изъездили, бензина сожгли в автобусах, сколько мы, значит, этих сам поклонов положили, а какие были, такие и остались. Разве это правильно? Это неправильно. Значит, мы что-то не то делаем. Значит, мы что-то важное не делаем. А что мы не делаем важное? Ну, это уже отдельный разговор, надо с каждым отдельно разбираться. То есть, что-то важное мы не делаем, что-то ненужное делаем с удовольствием. Что-то такое второстепенное. А что-то важное не делаем. Вот Пасха будет. Сколько будет сил потрачено на то, чтобы напечь, наварить, накрасить, нашинковать. Столько бы трудиться ради того, чтобы приобрести что-то такое духовное, это, конечно, трудно даже подумать. Поэтому, дорогие христиане, мы хотим Божьей Матери помощи и, уходя из храма, будем просить ее дальше продолжать эту молитву. Значит, нужно уходить из храма быстро и молча. Приходят в храмы многие, когда хотят. Приходят к концу службы, к середине службы. Потом служба идет, они ходят, свечки лепят. Они к себе пришли, они знают, что они хотят. Служба себе, пусть себе служат, что-то поют, читают, пусть все поют. Им деньги платят, пусть они поют, что хотят. А я пришел, я себе свечку свою поставлю. Ну, и потом служба закажется, они еще никак не могут эти свечки, ходят по этому храму, ходят. Да он не строит храмы, для того, чтобы в них свечки лепить. Заберите все свечки с храма, потушите и все. И храм ничего не потеряет. Если в храме не зажжется ни одна свеча, храм вообще ничего не потеряет. Но если в храме не будет Евангелие проповедоваться, считайте, что он закрывать, он не нужен. Тогда ждите свечки сколько хотите, храм не нужен. Храм потерял свой смысл. Служба, покаяние, молитва, Евангелие, Таинство Святые, это все нужно. Поэтому уже сейчас служба закончилась, уже все. Уже кто-то что-то не намолил, уже ничего не намолят. Поэтому сейчас нужно из храма уйти быстро, причем молча и быстро. А по дороге домой, на маршрутку, на трамвай, на троллейбус, к машине нужно читать до самого дома. В избранной воеводе победительный, яко избавшись от злых, благодарственно воспрессуем теробитвы и богородицы. Яко ему еще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи. Да зовемте радуйся невеста не невеста. А те люди, для которых это китайская грамота, они вообще не понимают, что это сейчас сказал. Что он сказал сейчас? Есть же такие, кто думает, что он сейчас сказал. Вот те пусть читают что-нибудь другое. Вот чинаш пусть читают. До самого дома. Пусть продолжают молиться люди, выходящие из храма, пусть продолжают молиться уже. Потому что в мире не хватает молитвы. В мире хватает, поверьте мне, хватает зерна, нефти, масла, оливок, колбасы, машин, зубочисток. Всего хватает в мире. Кораблей, самолетов, вообще преизбыток всего в мире. А молитва дефицит. И это самое дорогое, оно, в общем-то, должно восполняться. Поэтому уходите из храма с Богом. Завтра в 9 часов божественная служба, литургия святая. И разве что еще, может быть, человек 5 останется, но не более. Из тех, кто хочет завтра причащаться. И только те, кто причащаться будет. Просто поисповедоваться. А я вас не могу сейчас исповедовать. У меня нет для этого времени, для того, чтобы просто исповедовать вас. Только те, кто будет причащаться. Человек 5 и не более. И все остальные, с Богом по домам, по дороге молитесь. Христос услышит ваши молитвы. Аминь. До свидания. Спасибо, Господь.